В устье канала ТЭЦ-3 по-прежнему обитала руанская утка. Она перешла через дорогу, выясненная лысухами во время гнездования. Сейчас утка полностью сменяла маховые перья, что никак не отразилось на ее поведении, поскольку летать она и так не могла. Оставить потомство ей не удалось, поскольку инстинкт насиживания у нее был нарушен. Но она все еще держалась с селезнями. Место было кормное, местные жители часто кормили тут уток. Однако через пару недель утка исчезла. Скорее всего, ее съел хищник. Улететь она не могла, а уходить ей было незачем. На набережной Афанасия Никитина все лето держался самец с Виезией. Он почти совсем никуда не перемещался. Травы было много и голодать не приходилось. С наступлением лета хлебную подконку он совсем стал игнорировать. Центр города – спокойное место. Здесь мало хищников и беспокоиться не о чем. Его первая место. Улететь его подняли. Его можно найти не сотворение. Улететь тут. Лететься кое-кам. Лететься кое-кам. К концу сентября начала желтеть листва. Самец в езде стал линять, сменяя летнее перо на брачный наряд. На лазури в Парке Победы появилась новая утка – молодая самка шилохвости. Птица немного сторонилась человека, но, видя спокойствие и кряков, не пугалась и позволяла подходить к себе довольно близко. Октябрь входил в свои права, и листва стала опадать. Самка шилохвости переместилась на набережную Афанасия Никитина. Она совсем освоилась в городе и стала питаться хлебом. Людей подпускала к себе очень близко, даже ближе, чем кряквы. Птица хромала на правую ногу, сказываясь зажившая охотничья рана. Границкий шилохвости переместилась в городе и точнее отельские шилохвости. И вскрывает медchen ворудование. Кряковская равна. Вонарь. 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 Началась осенняя миграция. На Волге появился одинокий самец Гоголя. Его привлекло скопление уток. Но среди них не было его сородичей, а рядом постоянно ходили люди. Тогда Гоголь взлетел, сделав круг над Волгой, решил продолжить миграцию. Пошел первый снег. У памятника Афанасии Никитина появилась самка серой утки. У нее тоже была старая рана, из-за которой она хромала. Птица кормилась травой и не подпускала людей к себе близко. Однако не улетала, видя, насколько спокойны кряквы. Смит с Визе окончательно надел брачный наряд и начал пытаться ухаживать за кряк. Однако не очень успешно. У пляжа появился другой самец Визе, в Летнем Пире. Травма у него не была заметна. Ориентируясь на кряк, связь подпускал к себе довольно близко. Питался он только травой, хлеб игнорировал. Шилохвость еще держалась. Но спустя месяц, набрав нужную массу на хлебе, вскоре продолжила миграцию. Местный самец Визе полностью сменил перо. Найти себе крякву ему так и не удалось. Другой же самец покинул Тверь через три дня после появления. В ноябре на Лазуре держались четыре серые утки. Скорее всего, они родились в этой местности, но были довольно дикими и совсем не приближались человеку. Как ни странно, кряк вы их побаивались. Перед миграцией молодые птицы тренировали свою мускулатуру. Начались заморозки. На набережной Афанасии Никитина появились две новые связи. Самка и самец частично в Летнем Вере. Скорее всего, их привлекло присутствие местного самца, хотя тот игнорировал сородичей. Стоячие водоемы стали постепенно затягиваться льдом. Два самца серой утки переместились в парк Победы, но в отличие от уже улетевшей самки Шилохвости, они не стали учиться есть хлеб и вскоре тоже покинули Тверь. 26 ноября выпал первый снег, скрыв под собой траву. Это серьезно осложнило жизнь с Вейзем, сбившимся в стайку, но не заставило мигрировать. Прокормиться можно было и поедая макушки травы. У дворца спорта появилась Чомга. У птицы не было левой кисти, и летать она не могла. Возможно, это была та вторая прошлогодняя птица, пропавшая из виду в январе и выжившая в какой-нибудь полынье. В том же месте появилась и самка черка-свистунка. Птица почти не кормилась и покинула Тверь на следующий день. 1 декабря ударил мороз, и снег затвердел. В связи кормились в следах уток, где-то травы еще можно было добраться. 1 декабря ударил мороз, и снег затвердел. Морозы крепчали, и заросли трав тоже стали замерзать. У дворца спорта появился самец черка-свистунка. Он пытался искать какую-нибудь пищу в грунте, но ее там не было. Задержался он тут лишь на два дня. На Лазури в Парке Победы в последней полынье появился другой самец черка-свистунка. Он тоже был под ранком. Кормиться здесь ему было совершенно нечем. Хлеб он не брал. Мелкая утка вызывала интерес угалок. Чирок тоже не остался надолго. На горячем источнике, в другом конце этого же пруда на Лазури, появилась морская черноть. Пока не было понятно, самка это или самец в летнем перье. Отец окормился естественными кормами, добывая их на дне у кромки льда. Продолжение следует... 6 декабря начался ледостав. Несмотря на морозы и бескормицу, все связи остались. Они учились у местного самца подбирать хлебные крошки вслед за кряквами и даже отнимать куски. У самки это получалось, тогда как второй самец не проявлял инициативы. Местный совет не был привязан к сородичам и часто находился один в обществе кряков. Первым сдался второй самец. Затем улетела и самка. Местный самец остался на вторую зиму. 7 декабря на следующий день лед встал. В полынье у дворца спорта осталась чомга. Голодать ей не приходилось, так как река полна рыбы. 5 декабря на следующий день лед инициативы. 3 декабря на следующий день лед встал. на лазуре. Местный самец Вейзи быстро вновь научился и питаться хлебом и не оставался голодным, он ярко выделялся среди клякв, чем привлекал кормящих. Болонья чонги то уменьшалась, то увеличивалась, меняя ее шансы на выживание. 8 января маленькая полынья еще сохранялась. Но чонги там уже не было, видно птица не смогла вынырнуть и утонула. Морская чернить научилась есть хлеб. Отнимать его укряков было для нее пока сложновато, но птица могла поднимать крошки, упавшие на дно водоема. на Соменке тоже появились свои необычные птицы. Молодая озерная чайка с перебитыми перьями левого крыла. Из-за этого улететь ей было тяжело. Птица приспособилась питаться хлебом, отнимая его у местных уток. Акрас хорошо ее маскировал, и хищников опасаться не приходилось. Идет. Крёшки. Продолжение следует... 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 Встретился и скрытный гость, Зимородок. Он жил на Соменке с декабря, но лишь в конце января осмелел приблизиться к человеку. Ел он рыбу, которой тут было много. Субтитры сделал DimaTorzok Там же появилась и еще одна птица, самка Гоголя. Видимо, ее заставили прилететь те же причины, что и нырков. Человека-птица сторонилась и взлетала при приближении. Субтитры сделал DimaTorzok Но лететь особо было некуда, и пришлось сесть чуть выше по течению. Там кряква немного расширили уровень ее комфорта своим спокойствием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но те были равнодушны, и временная пара тут же распадалась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Озерная чайка осталась. А чем тут плохо? Еда есть, вода теплая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Горожане подкармливают птиц в любую погоду. Самец визит тоже не думал летать. Двадцатого февраля на Тверце у устья Соминки появилась самка Большого Крахаля. Утка была здорова и, видимо, зимовала на какой-то быстрине. К людям она не привыкла, и спокойствие и кряк было для нее внове. Крахали питаются рыбой, как и чемги, гоняясь за ней под водой. Узкая полоска воды в устье Соминки богата этим ресурсом. Зимой здесь часто собираются рыбаки со всей округи. Поэтому в корме недостатка не было. Кряке повезло перехватить добычу. Догнать рыбу под водой непросто, и только каждое пятое погружение приносит небольшой улов. Двадцатого февраля на Тверце. Двадцатого февраля на Тверце. Двадцатом февраля на Тверце. Двадцатом февраля на Тверце. Продолжение следует... Зимородок также не покинул своего места. Птица немного привыкла к прохожим и стала менее пугливой. Он продержался до конца марта, пока не вскрылись реки. Но по причине скрытности в объектив больше не попадался. Продолжение следует... Морская чернень стала преображаться в самца. Как и многие подранки, он затормозил линьку до лучших времен. И вот эти времена настали. Продолжение следует... 27 февраля вновь вернулось тепло. Лед на реках набух. Самец морской черненьки совершил вывлазку к Афанасию Никитину. В полете была заметна небольшая несимметричность крыльев, но в целом серьезных травм не было. В этом источнике появился шанс поснимать его на суше. Санка большого крахаля переместилась в широкую часть ручья Соминки, вытесненная рыбаками. Санка большого крахаля, вытесненная рыбаками. Вскоре она тоже покинула город. В начале марта озерная чайка переместилась на лазурь. Там к ней присоединилась еще одна уже взрослая птица в зимнем оперении. Она зимовала севернее всех остальных тверских чаек и вернулась с первой весенней отебли. Самец морской черненьки тоже вернулся на лазурь. Тут хоть есть чем покормиться. А, 없습니다. Вот так. Теперь. Теперь. Продолжение следует... Девятого марта вновь ударили сильные морозы. Но уже пятнадцатого марта весна снова вернулась. Потекли было замерзшие ручьи. На Волге стали возникать промоины. Снег почти сошел, оставляя глубокие лужи. Две упомянутые озерные чайки переместились к Афанасью, ожидая прилета собратьев. Взрослая птица сменила зимнее перо головы на летнее. Чайки уже могли сами прокормиться и не зависели от человека. Снег. 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 Замет в морской чернике не покидал лазурь. Та стала вскрываться, освобождая доступ к корму. Зачем куда-то улетать? Да и подкармливают еще. Замет в морской чернике. И вот 30 марта озерные чаки воссоединились со своими прилетевшими сородичами. Лед тронулся. Самец визи заметно оживился. Лед тронулся. Вскоре он исчез. Впервые за два года. Почему, непонятно. Может, увлекся за какой-нибудь самкой. 10 апреля лед давно сошел. Зимовавшая чайка периодически попадалась в поле зрения. Улетать ей уже было незачем, и она осталась в твине. Улетomi. Три кайта. Три кайта. Кайта. То есть иезменно. На лазурь прилетела стайка хохлатых черники. Самец морской черники, уже в полном брачном наряде, попытался к ним присоединиться. Но все самки были не его вида и к тому же заняты, поэтому игнорировали его ухаживание. 6 мая началась расчистка лазурь. Самец черники покинули. Так закончилась еще одна зима. 26 мая на лазурь и встретился какой-то самец в ези. Может даже тот самый местный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok